Я приветствую всех, кто только что включил наш телеканал. Мы начинаем наш прямой эфир сегодня в нашей студии. Начальник управления архитектуры и строительства администрации Ленинского муниципального района Александр Евгеньевич Панченко. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые жители Ленинского района. Ну и, конечно же, тема такая очень большая. Даже не одна тема получается, что мы будем разговаривать о многом и о важном, потому что касается, наверное, всех жителей нашего района, всем будет интересно. Поэтому, если у вас будут вопросы, звоните по телефону 8-495-541-2540 и 8-495-541-2525. Ну а мы начнем. Александр Евгеньевич, давайте сначала, так как у нас, наверное, давно не было все-таки с вашим управлением прямых эфиров, немножко познакомимся с вашим управлением. Чем занимается оно? Давайте. Ну, в общем, можно охарактеризовать одним словом – городостроительство. Слово «емкое» и включает в себя очень много разнообразных и действий, и мероприятий. Значит, управление у нас состоит, создано оно не так давно. Но, значит, состоит оно из двух отделов, собственно, отдела архитектуры и отдела по строительству Ленинского муниципального района. Занимаемся мы городостроительством. Значит, численность у нас небольшая, но, в принципе, достаточно уже сплоченная команда. Значит, руководит, в принципе, всей деятельностью, ну, естественно, глава Ленинского муниципального района, Олег Владимирович Хромов, и непосредственный наш руководитель Сергей Анатольевич Гаврилов. Это заместитель главы. Значит, занимаемся мы городостроительством. То есть, это все проблемы, которые связаны со строительством района, с ближайшими планами, с ближайшими и с планами перспективными на будущее. То есть, проблематика вопросов такая. Отдел архитектуры – не проблематика, а, в принципе, функции. Значит, отдел архитектуры – это оформление, оказание муниципальных услуг, участие в разработке документов территориального планирования, градозонирования. И отдел по строительству – это, собственно, ведение строительства, то есть, объемного, большого, которое у нас в районе сейчас происходит. Это и вопросы незаконного строительства, и контакты с застройщиками. Значит, сразу хочу оговориться, что глава ввел такой инструмент, скажем так, как штаб по строительству Ленинского муниципального района. Он проводится по средам, через среду. И штаб из двух частей – это бюджетное строительство в рамках трех миллиардов, которые Москва нам отдала для строительства социальных объектов после ухода территории, после части ухода территории. И с застройщиками, которые ведут свою деятельность уже на территории района, это инвестиционные. Жилая застройка, застройщики, которые связаны с созданием предприятий на территории. Значит, по градостроительным вопросам есть как бы общая проблематика? Я не опережаю? Я бы, кстати, хотела сказать об этих штабах, об заседаниях. Я так понимаю, что они нужны-то для того, чтобы, наверное, и сам глава был в курсе, и вообще, чтобы решали совместно какие-то вопросы. То есть, на самом деле, они действительно вот такие действенные эти штабы? Да, это действенные процедуры. Там определяются провалы в застройках какие-то определенные, то есть, недостатки в строительстве. То есть, часто бывает, что при строительстве одних объектов, ну, в рамках застройки застройщика, опережающими темпами там строятся одни объекты, например. Не строится социалка, транспортная там, инфраструктура инженерного обеспечения. То есть, есть такие моменты. В этом плане штабы достаточно серьезная действенная мера оказания, скажем так, воздействия на застройщика. Стоит еще отметить, что есть такой институт, ну, это увязана работа штаба района и градостроительного совета Московской области. Значит, в Московской области действует, созданный действует градостроительный совет при губернаторе. Значит, этот совет решает в общем проблемы застройки по области, естественно, определяет направление и рассматривает конкретные вопросы строительства. И глава района является полноправным членом градостроительного совета с голосом, с решающим. То есть, при любых застройках, при разрешениях на строительство, глава района для ведения работы градостроительного совета выражает свое мнение. Это так всегда было или это вот как бы тоже новое? Ну, сначала это было, значит, но сейчас это достаточно активно используется градсоветом. Это было при создании градсовета. Это уже было определено, что главы становятся членами градсовета. И сейчас, в принципе, сложно было бы в эту работу включаться, потому что застройка большая. Это определение инвестиционных составляющих проекта. Я дальше об этом расскажу, какие инвестиции и куда уходят от застройщиков. Ну и, естественно, работа с застройщиком. То есть, те застройщики, которые ведут себя неправильно, естественно, опять с застройкой, нарушают правила, опять же, опережающими темпами. Жилищное строительство ведет без строительства социальных объектов. То есть, это достаточно действенный рычаг оказания воздействия на застройщика в плане его, ну, давайте так, принуждения, что ли, к тому, чтобы он ввел застройку правильно и в соответствии с утвержденным графиком. В области сейчас разработана программа архитектура и градостроительство Подмосковья. Что это за программа и на что она нацелена вообще? Да, ну, она разработана и утверждена. Значит, программа эта, она обширная. В нашей части, я хочу сказать, что она касается, в первую очередь, разработки генеральных планов поселения и района. В части района это называется схемой территориального планирования и документы территориального планирования поселений. Значит, в принципе, это документы, что такое генеральный план и правила землепользования. Генеральный план – это документ, по которому, в принципе, район, план развития района на ближайшее время. Если раньше ставились цели, разрабатывались генеральные планы на 25, на 30 лет, понятно, что сейчас ситуация такая достаточно сложная и быстро развивающаяся. И генеральные планы сейчас до 25-го, то есть принято, что генеральные планы на определенный период времени, то есть обозримый, который можно увидеть, потрогать и в принципе понять, что это такое. Чтобы потом не менять, да, много раз не менять, и чтобы им можно было руководствоваться, естественно, при развитии. Значит, что такое генеральный план? Это документ, который определяет необходимость строительства каких-то объектов, зоны, территории, развитие дорожно-транспортной сети, инженерной структуры, строительства социальных объектов. То есть генеральный план, документ для жизни. Есть еще такой документ, как нормативы градостроительного проектирования Московской области. Вот сейчас у нас разработаны, кстати, нормативы для Ленинского муниципального района. Мы не можем превышать как бы нормативы областные, но руководствуемся, будем, тем не менее, и районными, и областными, руководствуемся уже областными, и будем руководствоваться нормативами районными. Нормативы, в принципе, это документ, по которым строится генеральный план, ну, происходит развитие в соответствии с этими нормативами. Они определяют, сколько на душу населения должно быть детских садов, школ, поликлиник, больниц. То есть это расчетные показатели, они, в принципе, выверены, утверждены уже все, и, в принципе, уже доказали свою правильность, скажем так. Подсчитывается в них и плотность территории, то есть населения, и плотность автодорожной сети. И, по идее, они должны, как бы, ну, это второй документ для руководства, в том числе есть еще следующий документ после генерального плана, это проект планировки территории. Вот все расчеты, первые ведутся в отношении генерального плана, вторые, естественно, при разработке проекта планировки территории. Генеральный план, кто его составляет? Эти люди, они наши местные или все-таки? Генеральный план, дело в том, что это конкурс, это программа бюджетная. Из бюджета Московской области были определены средства, и организации, которые были, скажем так, выбраны в результате этого. Организация, это, в принципе, московская. Но у нас регулярно проходили при подготовке, при разработке задания для разработки генпланов и правил землепользования и застройки, у нас проходили регулярно совместные встречи главы с разработчиками и с заказчиками. То есть заказчиком в этой части является глав архитектуры Московской области. Это как бы наше руководство областное, как министерство, то есть оно в общем по области занимается проблемами градостроительства. Я почему спросила, потому что вот все-таки эти люди, они должны быть как-то, ну, знать, да, то, что они разрабатывают. Вот, ну, не только, наверное, схематически, но и на самом деле живую. Знать территорию. Территорию, да. Знать территорию. Значит, с этим, конечно, было сложно на первом этапе, потому что компания, ну, если у нас многие, ну, достаточно долгий период времени разрабатывали генеральные планы, не эпигенерального плана города Москва, в принципе, они знали территорию, тем не менее, вот в рамках встреч с главой, с объездами территории, то есть те материалы, которые были накоплены у нас уже в нашей архитектуре, они были переданы разработчику, и, в принципе, проектирование велось по ним. Так что генеральные планы, в принципе, разрабатывались, естественно, с участием района. Угу. Я, насколько знаю, скоро должно состояться публичное слушание по генплану города Видное. Да. Но, насколько я тоже знаю, что есть люди, которые уже внимательно присмотрелись к этому плану, да, нашли какие-то, как им кажется, недочеты, и у нас вот даже есть вопросы по этому генплану, вот здесь написано так, из генерального плана городского поселения Видно исчезли два памятника о культуре федерального значения XVIII века, храм Успения Богородицы в Таблова и храм Рождества Богородицы в Тарычево. Может, их случайно туда? Вы знаете, в принципе, эта информация берется из управления охраны, министерства культуры, раньше называлось, сейчас это охрана культурного наследия, управления. Значит, информация, если не отображена, сейчас предлагается этот проект генерального плана на обсуждение. То есть, у нас есть как раз время для того, чтобы эти ошибки исправить. То есть, на этих публичных слушаниях можно высказать? Нет, даже до публичных слушаний, в принципе, по замечаниям активных граждан, эти изменения будут внесены. Значит, у нас уже запланированы встречи в администрации с разработчиками генерального плана, и уже первые замечания поступившие, они, естественно, вот в этой работе отражены. Вот еще есть вопрос, кстати, по этому генеральному плану, будут ли расширять улицу Школьную, потому что вроде как в генплане это указано, да? Вот смотрите, генеральный план, в принципе, это документ как перспектива. Понятно, что улица Школьная, она достаточно в сжатых условиях, как большая часть, центральные части города Видного, да. Но по идее рассмотреть возможность расширения улицы Школьная не от площади до пересечения с улицы Советской, а дальше к институту от пересечения с Советской до ВНИКОПа. То есть, по идее, в четыре полосы там могли бы уместиться. Это серьезно бы разгрузило дальше развязку со светофорным движением, развязку на кругу, то есть часть потока мы бы могли направить в Москву, часть потока сразу в туннель в Расторговскую часть. То есть, таким образом, мы бы разрядили немножечко поток, и появилась бы возможность ехать побыстрее. Понятно, что это как бы полумера пока, но она бы могла помочь. Но это, кстати, все разрабатывается по отдельным документам. Это как предложение, а дальнейшее – это уже непосредственное проектирование. Транспортная проблема у нас очень больная в городе. В последние годы просто, особенно люди, которые… И те страдают, кто живет в городе, и те страдают, кто не хотел бы через центр ехать, да приходится. Но приходится, да. Вот во второй половине октября у нас был… Герман Вячеславович? Да, Герман Вячеславович. Илья Нюшкин. Давайте мы сейчас посмотрим тот материал, который мы уже показывали в новостях, в нашем эфире где-то месяц назад. И продолжим как раз тему про транспортные пути нашего города. В минувшие выходные Ленинский район с рабочей поездкой посетил заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин. Он осмотрел несколько проблемных участков дорожной сети района. В частности, объектом пристального внимания представителя областного правительства стали участки, прилегающие к Каширскому шоссе и трассе А-105, ведущей в аэропорт Домодедово. А также дорожная обстановка рядом с новым жилым массивом у деревни Месайлова. Транспортные артерии никоим образом не развивались. Это привело к коллапсу. И по нашим оценкам, если полностью брать весь комплекс дорожных работ, это может повлечь за собой расходы порядка 46 миллиардов рублей. Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, в местном бюджете таких денег нет. Помощь из федерального бюджета не ожидается. Целью данной рабочей поездки стало ознакомление ситуации в проблемных зонах и проведение предварительных переговоров с застройщиками и подрядчиками. В итоге предполагается найти пути оптимизации бюджета и хотя бы частично решить основные транспортные проблемы. Часть обязательств с инвестором принимаем по ЛРТ после завтрашнего. А решаем сегодняшние задачи. Вот мы это включили. Это нужно, вот этот участок нужно реконструировать. По сути, денежные средства для возведения развязки есть только на один объект. Выезд из шестого микрорайона Городовидное, что уже внушает некоторый оптимизм. По ряду объектов, как заявил Герман Елянюшкин, работа начнется только после Чемпионата мира по футболу 2018 года. В настоящий момент определены первоочередные задачи, которые необходимо решить, чтобы улучшить транспортную обстановку в Ленинском районе. Все эти мероприятия будут сведены в единый доклад и в ближайшее время будут представлены губернатору на утверждение. И, соответственно, после утверждения, после завершения проектирования на ряд объектов мы выйдем уже в 2017 году. Прокомментируйте еще этот. Ну, можно прокомментировать. То есть дальнейшее развитие уже есть. Значит, хочется сказать, что у нас уже с помощью, естественно, и области, и переговоров с застройщиками главой достигнуто соглашение с двумя застройщиками с северной части горок Ленинских. Это ООО Купеленко и ООО Брусника. Это два застройщика, которые пришли с жилой застройкой. И они сейчас перечислили 600... То есть подписано соглашение о перечислении 630 миллионов рублей на строительство выезда из 6-го микрорайона. Это как раз вот та самая живая тема, что не надо будет ехать через город. И полученные технические условия на примыкание к трассе Дон. Ну, если представляют территорию Видного, это переход, мост есть такой, был заброшенным через трассу Дон в районе Ермольна, западнее Ермольна. Значит, справа от этого моста предусмотрена... Значит, это фуат, это не региональная, это уже федеральная структура. Они дали примыкание к этой дороге. То есть у нас появляется возможность выпустить 6-й микрорайон весь, чтобы не нагружать круг около пожарной части на проспекте Ленинского комсомола, выпустить их сразу в транспортный поток на трассу Дон. Значит, предполагается строительство дороги в четырех полосах. Сейчас определены четыре коридора. В принципе, из них уже определен один, который будет главным. Две полосы будут на выезд из микрорайона на трассу Дон сразу. И через улицу Донбасская между железнодорожным полотном и Доном, и там существующей застройкой, будет въезд на территорию микрорайона. То есть въезд будет через мост и дальше в 6-й микрорайон, а выезд справа от моста на трассу Дон. То есть это, в принципе, серьезно разгрузит проспект Ленинского комсомола и круг вообще около пожарной части. Ну, тоже сроков таких конкретных? Нет, сроки есть. У нас уже сроки поставлены. Вот Герман Вячеславович сказал, это совещание уже состоялось. То есть у нас уже определенный проектировщик, заключены договора на проектные работы, и проектирование уже ведется. То есть уже обсуждаются у нас встречи с глав архитектурой, потому что часть объектов региональных затрагивается, естественно, и федеральная, и трасса Дон. Но мы ее, скажем так, обошли. Слава Богу, там уже с примыканием у нас есть, с техническими условиями. Значит, это первоначально предполагалось проведение вот этой дороги, размещение дороги. В коридоре Солнцево-Бутово-Видное сейчас ее сместили, чтобы не спорить с региональной программой. И, в принципе, там достаточно хорошо получается. Трасса с застройщиками уже получили согласование. Сейчас последний застройщик остался, несколько застройщиков там, и у нас получится выезд. Хочется еще сказать, это шестой микрорайон, это в рамках совещания было. Но у нас еще никто не отменил МИД «Стройкапитал», это МИД «Зеленые аллеи». От них предполагается выезд. В принципе, у них земля есть. Оформлен, уже разработан проект планировки на примыкание к трассе Дон, там, где петля около заправки Бипи, уже около кольцевой дороги. То есть туда тоже предполагается выезд. Таким образом, вот часть территории мы серьезно разгружаем. Это что касается города Видное. И в этой же, в рамках вот этих встреч, да, и решений губернатора, это еще хочется отметить, это развязка, реконструкция развязки на примыкании Молковского шоссе к Каширскому. Там полноценная развязка, нормальная уже, то есть без вот этих диких светофоров и, значит, времени ожидания в светофоре. Это строительство, там разные уровни ответственности, то есть есть там часть дороги региональной, это ГУАДХ, ГУАДХ, Главное управление дорожного хозяйства Московской области. Это головной участок. Нет, от Каширки уже, от Каширки в сторону Молокова. В сторону Молокова. Значит, это до начала как раз застройки, которая осуществляет мегагород. И далее инвестор, мегагород и RDI, они строят значительный участок дороги уже в сторону Москва-реки. Это с обходом населенных пунктов. Хочется вот отметить, что в генеральных планах на публичных слушаниях очень многих людей волновало, что наши деревни снесут, еще что-то. Деревень это не затрагивает никак. Проложили коридор таким образом, что он идет в обход всех деревень по землям сельхозназначения. Или все-таки так? Нет, не так. Ни в коем случае. Он есть, он размещен на сайте проект, можно посмотреть, там эта трасса есть. И эта трасса предполагается с выходом, то есть через Молокова, от Молокова до Андреевского и дальше, ну как дублер шоссе получается Володарского. То есть Володарка уже станет, скажем, улицей в городской застройке, хотя не потеряет своей категории, это региональная дорога. Но она с выходом на мостовой переход через Москва-реку, и по идее это тоже должно транспортную обстановку разгрузить. И еще одна дорога, это МКАД, Дроздова-Беседа-МКАД. Это по развилке. Там тоже предполагается развитие, там два застройщика, один идет по договору развития застроенной территории, это сам поселок Развилка. И рядом застройка, которая на бывших полях за Развилкой уже, ну это новая застройка, то есть это не ДРЗТ, она прошла согласование и в градсовете области, и частично они тоже подключаются к этой работе в зоне своей ответственности, они точно так же выполняют участок этой автодороги. И она должна выйти в беседах с новым МКАД. То есть это получается дублер, который разветвление даст, и можно будет разгрузить потоки. Будущее, значит, у нашего района все-таки не такое грустное, Ну, для этого и разрабатываются генеральные планы, вот часто, кстати, часто задаваемый вопрос, когда построят дорогу. Для того, чтобы эту дорогу построить, надо ее в генеральном плане, скажем так, утвердить, чтобы потом это стало документом, на основании которого мы будем либо просить область, либо находить инвесторов на эту дорогу, то есть она включена в документы. И ее можно будет уже реализовывать, проектировать и дальше. Александр Ильич, я предлагаю на этом закончить тему. Муниципальные услуги, еще одна тема такая большая и важная. Какие муниципальные услуги находятся в полномочии? Ну, муниципальные услуги, значит, после разделения полномочий, часть полномочий из района ушла в область, значит, сразу в муниципальном районе остались несколько муниципальных услуг, которые, естественно, район оказывает. Это градостроительная подготовка к разработке утверждения градостроительных планов, разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию, это что касается индивидуального жилищного строительства. Все областные документы готовятся, остальные документы готовятся уже на уровне области. То есть район занимается индивидуальным жилищным строительством. Это документация, разрешение, вода в эксплуатацию и градостроительные планы, которые выдаются здесь. Есть еще муниципальные услуги, как выдача ордеров на земляные работы. Это для индивидуальных застройщиков, кто сталкивался, тот знает. Это газификация, электрификация, вода и водоотведение соучастков собственников. При планировке адресации сказал, да? Куда обращаться? И перевод из нежилого в жилое. То есть с этими вопросами сейчас у нас принимают эти заявки от заявителей МФЦ. На улице Школьной он расположен, все могут обращаться туда. И за консультацией в том числе могут обращаться в управление к нам. Значит, ПЛК 39А, наверное, многие знают. То есть за консультацией именно какие услуги, как получить и какие документы для этого представить. А сроки, вот сейчас везде сроки очень важны. Насколько сроки здесь у вас? Сроки, в принципе, сроки у нас сейчас еще действуют, старые сроки. То есть это в основном на адреса, на перепланировки чуть побольше. Это в районе 30 дней. И разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию, это 10 дней. То есть эти сроки соблюдаются. Обращений очень много и, в принципе, единичные, вот, скажем так, просрочки по выполнению. Как правило, это происходит тогда, когда заявитель представляет неполный пакет документов. Что-то нового у вас предполагается? Новое предполагается, то есть предполагается снижение сроков предоставления услуг. Это первое, то есть это сокращение разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию до 5 дней. И разработка градостроительных планов, присвоение адреса, соответственно, до 20. Это пока в проекте, но должно заработать после утверждения регламентов. — Следующая тема у нас — самовольное строительство. На самом деле, есть люди, которые от этого страдали, есть, которые с этим были как-то связаны. Вы тоже не в стороне от этого? — Нет, не в стороне. Значит, одно из подразделений отдела по строительству у нас занимается самовольным строительством. Хотелось бы сразу объяснить основные проблемы. Это самовольное строительство, скажем так, по незнанию. То есть люди, которые имеют в собственности земельный участок, не оформив, начинают строительство. Часто сталкиваются с тем, что потом оформить в собственность тот дом, который они построили, нельзя по ряду причин. То есть они нарушили либо какие-то ограничения, либо, условно, построились ближе к забору, чем предполагает пожарный разрыв. И в этом плане у людей, естественно, бывают проблемы. Дальше это решение по суду, это очень сложная процедура. Так что ко всем хочется обратиться, что если есть намерение построить дом, проще обратиться в МФЦ, один раз получить документ и, в принципе, по нему строить. Уже по ясному местоположению, где можно поставить дом. — Ну, так же, как заборы двигали, а потом оказалось, что дорожку негде. — Да, да. — Пешеходную построить. — Чуть-чуть прихватили муниципальные земли и еще что-то. Но это уже, это самозахваты, это немножко другая тема. — Тоже другая, да? — По перепланировкам тоже, да? — Вот, кстати, вопрос по перепланировкам есть. Хочу сделать небольшую перепланировку в квартире, с чего надо начинать? — В принципе, любая перепланировка, даже небольшая, она оформляется. Даже перенос небольшой стенки, изменение конфигурации чего-либо, оно должно быть оформлено и после этого зарегистрировано. То есть на основании этого получается документ на собственность. Если человек выполняет планировку самовольно, дальше он сталкивается с тем, что опять-таки приходится решать вопрос в суде. Потому что законодательство предполагает восстановление того, что было перепланировано в первоначальный вид. А как правило, это серьезные затраты финансовые. — А как вот, бывают наверняка такие случаи, когда вот человек продает квартиру, которую он перепланировал, перепланировал, без, недокументально, да, так скажем? — Тяжелое наследство. То есть следующий собственник вынужден будет столкнуться с тем, что действительно эта квартира переоформлена самовольно. — Что ему делать-то? Покупать такую квартиру? — Ну, лучше не покупать. — Лучше не покупать. И лучше опять-таки оформлять квартиры. Ряд ограничений в перепланировке есть. Это запрет размещений помещений кухни и санузлов над жилыми комнатами. И там ряд под жилыми комнатами. Лучше проконсультироваться. И опять-таки часто при перепланировках сносят несущие стены. То есть несущие стены при перепланировках затрагивать вообще нельзя. То есть это уже относится к разделу реконструкции и относится ко всему дому. То есть придется потом делать проект всего дома. Это очень сложно и дорогостояще. Так что лучше опять-таки при перепланировке проконсультироваться и ее произвести уже, собственно, по проекту. Выполняется проект, он достаточно несложный. То есть это незатратная вещь. Но зато собственник будет спать спокойно и знать, что у него в этом плане все в порядке. — А вот соседи будут спать спокойно? Если, например, такой случай. Сосед сверху, допустим, он делал перепланировку и срезал вот эту вот часть. — Несущую конструкцию? — Пола. И теперь соседи снизу, они все слышат, что происходит у него. Малейший вот... Я понимаю, я сам сталкивался с этим, буквально жил под таким товарищем. То есть у нас на самом деле есть проектная документация утвержденная. И если желание увеличить высоту потолка за счет того, что снять там шумоизоляцию пола и получить какие-то, ну, условно, там, дивиденды в высоте, я не знаю, там, комфорт какой-то, но это запрещено законом, потому что есть утвержденная проектная документация. Естественно, на пол кладется слой утеплителя, это не для тепла или не для чего-то. Утеплитель у нас часто служит просто шумоизоляцией. Так что вот шумоизоляцию трогать тоже нельзя. — А вот это может как-то повлиять, если, например, этот сосед, ну, допустим, у него там что-то сломается, кран, да, и потечет вода, и это... — Это уже гидроизоляция, это немножко другое. Нарушать тоже покрытие нельзя, потому что в помещениях, условно называемых мокрые, это санузлы, кухни, там делается специальная гидроизоляция, чтобы как раз предупредить вот эти последствия от протечек. То есть, естественно, затрагивать эти слои гидроризоляционные тоже нельзя. — Понятно. — Так, у нас еще одна... — Ну, так же, как рубить короба с вытяжками там или затыкать их, потому что это нарушает, естественно... — Еще одна интересная и важная тема — облик города, да, ну и района в целом. Город, конечно, меняется, тот, кто не был хотя бы год, он уже видит, что что-то появилось, что-то изменилось, где-то лучше стал, где-то, может быть, наоборот, что-то не нравится людям, особенно пожилым, они не очень любят таких кардинальных изменений, вот, но, по крайней мере, например, с той же незаконной рекламой у нас борьба идет, борьба. — Серьезная борьба, да. — Вот мы сейчас посмотрим небольшой материал, который мы снимали. Мы в последнее время несколько материалов снимали. Предлагаю один посмотреть и потом поговорить. — Хорошо. Такие большие конструкции, их еще называют билборды, весят около тонны. Чтобы их демонтировать, нужна строительная техника. Снос незаконной рекламы — это крайняя мера. Сначала чиновники обращаются к ее владельцам, если найти их не удается, печатают объявления в СМИ. И месяц ждут ответа. На связь выходят немногие. Штрафы достигают одного миллиона рублей. Несанкционированная реклама — проблема областного масштаба. Поэтому и борются с ней не только районные власти. — Еще существует ГКУ Мособлреклама, которая также выездные проверки организовывает, присылает нам акты. Мы по этим актам сравниваем свои данные, есть ли у нас разрешения, нет. И, соответственно, им высылаем. Если разрешение есть, значит, это конструкция закона. Если нет, мы ее включаем в программу принудительного демонтажа. По этой программе в Ленинском районе с начала года убрали уже почти три сотни незаконных рекламных конструкций. Особенно много их ставят в сезон выборов, утверждают в районной администрации. До конца года там обещают снести еще несколько десятков билбордов. — Это был всего один момент такой эпизод. — Да, это часть работы нашей. Это укладывается в тему приведения городских территорий, скажем так, в порядок. Потому что видно было, и жители почувствовали, наверное, ту работу, которая уже проведена. Достаточно серьезно зачистили территорию от этой рекламы незаконной, которая никогда никем не оформлялась. Самовольно вывешивалась. В любом виде это баннеры какие-то неаккуратные, тряпками это все висело на заборе. Какие-то неимоверных цветов реклама. И, естественно, расположены, скажем так, хаотично на объектах капитального строительства, на жилых домах. То есть это разноцветие, которое, в принципе, архитектура убивала напрочь. Особенно касается центральной части города Видное. И серьезные такие работы не только в центральной части проведены. В принципе, это и шестой микрорайон, и таким образом очищали территорию новых застроек от вот такой рекламы. В принципе, происходит. Наверняка по незнанию пытаются, собственно, предприниматели, наверное, на этом экономить. Но сейчас в области приняты достаточно жесткие регламенты, которые регламентируют, опять-таки, размещение рекламных носителей на жилых зданиях. Если это отдельно стоящий объект капитального строительства нежилого назначения, то в отношении таких объектов разрабатывается концепция, на которой показаны места. То есть это не все здание, залепленное рекламой какой-то. То есть это и подбор цветовых решений, и определенные места, которые, опять-таки, с архитектурно-композиционной точки зрения предполагаются цветовой под размещение такой рекламы. То есть даже если здание находится в собственности, на свое собственное здание он тоже не имеет права вешать, что хочется. Нет, не имеет. То есть это жесткий областный регламент. Это плод работы и районов, и области именно в части размещения такой рекламы, параметров рекламы, что можно, что нельзя. То есть и в принципе это не просто там чиновничьи хотелки какие-то. Это достаточно серьезная архитектурная работа была проведена. Где и каким образом эту рекламу размещать. В принципе пошагово идем. То есть глава поставил цели зачистить всю территорию района. В принципе сейчас справляемся. У нас есть целевые показатели, за которыми следит область. И у нас в принципе 87 первого этапа, 87 процентов этого этапа выполнены, первоначального. Естественно, это дальнейшая работа с собственниками. Глава ее регулярно при встречах с предпринимателями проводит. Мы пытаемся, значит, при обращении к нам. Но хочется сказать, что предприниматели пошли. То есть если раньше сопротивлялись, то теперь в принципе главе и нашими усилиями удалось донести, что в принципе правильная, красиво размещенная реклама, она не отталкивает потенциального покупателя, жителя, а наоборот привлекает. Несколько слов буквально. Все заметили, что наша станция Расторгуева претерпела серьезные изменения. Но я знаю, что это еще не все. Это не все. Цели были поставлены, опять-таки, губернатором. Он был на станции Расторгуева с главой. Ходили, смотрели проблемные вопросы. Все знают год назад, в каком виде была станция. То есть сделали проект благоустройства станции. Опять-таки очистили от рекламы все лишнее. И в принципе территорию благообразили. Сейчас уже достаточно комфортно на станции находиться. Но есть инвесторы, которые готовы прийти. Сейчас глава района серьезно работает над этой темой. Это привлечение инвесторов как раз не к жилищному строительству, а как раз к таким общественным центрам. То есть станция это все-таки общественный центр. Туда, куда приезжают все жители района. Ну не все, но те, которые едут железной дорогой в Москву. Значит, у нас станция по количеству пассажирпотока, она четвертая в области сейчас. И естественно, есть намерение сделать станцию в полном формате. То есть накрыть вот эти все платформы для там, где паркуются конечные обстановки автобусов. Их накрыть. Сделать сверху какое-то пространство общественное с размещениями торговых площадей. Чтобы тепло там было, да? И она же будет работать, то есть вот это вот, нельзя сказать торговый, не торговый. То есть вот этот центр, он будет работать и как вокзал, как станция. То есть там, где люди могут там переждать электричку, встретиться и купить продукты необходимые. И по идее место очень узкое, вы знаете. Но РЖД идет навстречу. Есть полоса отвода, где теоретически можно разместить порядка 2000 парковочных мест. Это в полосе отвода РЖД уже со стороны станции Расторгово, с Расторговской стороны. Все знают там треугольник, где аптека, Дикси-магазин, пятерочка, по-моему, да? Да, пятерочка. Вот этот треугольник, который в свое время предприниматель занял под рынок, но он там долго не просуществовал. И там уже есть предложение, глава предложил инвесторам сделать там многоярусную парковку, что тоже емкость парковочного пространства повысит. То есть в перспективе, конечно, хочется видеть станцию не просто каким-то местом, где прибежал, убежал, пересел на автобусы, а где можно там буквально посмотреть кино, наверное, купить продукты какие-то. Потому что эта станция, она соберет поток пассажирский, пешеходов от застройки в Булатниково, это Гранель и Урбангрупп, достаточно большие застройки. И, в принципе, застройку, прилегающую к городскому поселению, видны. Замечательный план. Я думаю, что это обязательно все одобрят. Ну, нам глава цель поставил. Ну, и у нас как раз сейчас, я бы хотела уже к завершению нашу встречу вести и поговорить как раз о целях главы на ближайшее время. Ну, уже мы несколько затронули. То есть это первая, естественно, транспортная проблема. Это разгрузить как можно мероприятиями с привлечениями инвесторов, либо по результатам работы с региональными структурами власти, то есть вот с ГОДХ, например. То есть это как раз в части решения вопросов, которые связаны с разным уровнем ответственности. Ну, ветвей власти, не ветвей, а уровней власти. Скажем так, на местном уровне то, чем мы можем заниматься сейчас, это привлечение инвесторов к строительству объектов местного значения района, то есть это улицы и дороги районного значения. И, естественно, путем переговоров с областью о необходимости строительства, реконструкции дорог регионального подчинения. То есть это первое, это по транспорту. Второе, естественно, это облик города. То есть всем нравится жить в красивом городе. То есть это реклама в зеленом, в красивом. То есть это реклама, это малые формы, это создание общественных пространств каких-то. Сейчас есть проект, который предполагает очень большую территорию для благоустройства. То есть это сделает город инвестиционно привлекательным и просто привлекательным для посещений. То есть это от лесного массива, от поликлиники. Это порядка 200 гектар. Это предполагается как парковая зона. Его сейчас оформляют в муниципальную собственность. И дальше это через парковое пространство выйти к Суханово. Это с созданием велосипедных, пешеходных связей. То есть достаточно интересно будет. Ну и туда же включена и станция. И все те парки, которые за последнее время созданы. Тимоховский, Расторговский парк вот сейчас благоустроен. Немножечко еще по вопросам пройдем. Просто у нас вопросы есть, которые присылали наши зрители еще до эфира. И вот сейчас во время эфира. Есть ли в районе план по сохранению старых зданий в городе? Лидия Петровна, я так думаю, пенсионерка. Потому что вот. Ну, я, наверное, думаю, что это касается центральной части города Видное. То есть некоторое время назад, несколько лет назад, многие не знают, что пытался зайти застройщик, который хотел путем сноса построить там девятиэтажные здания на этой территории. В принципе, администрация это отстояла. И планов по застройке центральной части, там по сносу каких-то зданий нет. То есть, если вы заметили, уже улицу Школьная уже, в принципе, приводит к достаточно, скажем так, к достаточно хорошему уровню. То есть там уже сменили вывески на зданиях. Дальнейшая работа, безусловно, будет. Сейчас ограждение меняют. То есть это комплексная работа, но для этого нужны деньги, естественно. Следующие вот вопросы, они как раз уже по тем темам, которые мы обсуждали. Как планируется разгрузить Расторговское шоссе в связи с плотной застройкой вдоль шоссе? Олег Александрович спрашивает. Расторговское шоссе – это уровень ответственности Московской области, ГУАДХ. Нет, не ГУАДХ, глав архитектуры Московской области. Разрабатывает сейчас проект планировки дороги Солнцево-Бутово-Видное. Предполагается строительство дороги шесть полос. То есть, ну это дорога областного значения. То есть это достаточно серьезно должно разгрузить территорию. Это то, что касается территории сельского поселения Булатниковской, ну и части городского поселения. И вот по генплану. Генплан не учитывает вступивший в силу решения суда признание незаконной передачи под застройку участка леса на Медицинской улице. На карте он по-прежнему раскражен под застройку. А также официальную позицию администрации относительно незаконного захвата частным лицом леса в конце Ольгинской. Ну, с захватами земель у нас очень просто решается. Это муниципальный земельный контроль. Если просто кто-то решил себе присвоить часть городской территории, но это решается быстро, даже в принципе не судом. А что это за участок на Медицинской улице? Ну, вот графику не видел. Надо иметь перед собой, естественно, картинку. Ну, обратите внимание, наверное. Не, обратим, безусловно. Если подадут заявление к нам, мы обязательно при рассмотрении генерального плана это учтем. Если это в генеральном плане отражено. Ну, я так понимаю, что да. Если просто это кто-то захватил часть территории, мы проведем муниципальный земельный контроль. Это управление по регулированию земельных отношений делает. Я думаю, вопрос решится не в пользу того, кто это захватил. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за то, что пришли к нам сегодня, рассказали. Очень много интересного мы узнали. Ну, а те вопросы, которые, может быть, еще здесь вот сейчас поступают, я, конечно же, передам после эфира. Конечно. Вы можете передавать не в эфире, а обращаясь к нам в управление. Спасибо вам большое. И главе на электронную почту он пересылает нам прямо в один день все. Спасибо вам большое. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до свидания. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok